Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня понедельник, 12 число, и такие к нам громкие темы сегодня пришли. Выбираем язык программирования. Из каких? Из всех. Обсудим, почему WordPress все-таки можно рассматривать как полноценный веб-фреймворк для разработки приложений. Archive.org наконец-то сделали нам списочек MS-DOS игр, в которые можно поиграть прямо из браузера. Погнали. Ну давай первую тему, а у нас, кстати говоря, выбираем язык программирования. А вот давай хотя бы сначала просто подумаем, мы-то что учили изначально и вообще что научились? Не научились ничего. Не научились, ладно, но вот учили даже по жизни кучу языков, начиная от Паскаля. Я на C++ даже ходил, на Delphi, на всякие курсы, на это, ничего не помню уже. Но Delphi это просто IDE, которая на Паскале построена. Понятно, да? Да. Ну я имею в виду, что в принципе-то, ну хотя нет, нельзя это как отдельное считать от Паскаля, но да. На C++ да, мы ходили. Да. Умеем. А сколько питон сами учили? Чуть-чуть. Ruby жизнь заставила учить. HP еще больше жизнь заставила учить, JavaScript тем более. Угу. Ну давай, чё нам... Все классические веб-языки программирования мы попробовали, я в магистратуре даже Java учил. Ём... Да. Ну давай, чё нам статья-то предлагает. Статья интересная. Называется, which programming language should I learn first. То есть, чё должен первым самым учить? Инфографик. Кстати, дата 30 декабря 2014 года, видимо, нам на новогодние празднички как раз. Ну не нам, мы-то уже все умеем. Ну вот тут такая инфографика. Which programming language should I learn first? И вот тут такое. Что такое программирование? Writing very specific instructions to a very dumb yet obedient machine. Короче говоря... Переводи для русскоговорящего населения. Программирование — это написание инструкций вполне конкретных для тупой, но очень, как это, obedient, которая подчиняется только услужливой машине. Вот нам представлены такие языки программирования. Python, Java, C, PHP, C++, JavaScript, C Sharp, кстати, его мы тоже учили. Ruby и Objective-C. Вот Objective-C-то не получилось. Что-то не удалось. Не удалось. Start. То есть вот мы здесь начинаем и задаем себе вопрос. Why do you want to learn programming? Почему вы хотите учиться программировать? Действительно. У нас есть куча ответов. И вот чтобы нам не затеряться, первые ответы, они желтеньким объединены. For my kids. Для деток. Start with Scratch, then move on to Python. То есть, ну Scratch, я вот не знаю, что это такое, но, видимо, это какой-то детский алгоритмический язык. Мы на постсоветском пространстве, супер вообще давно, когда еще ребеночком был, я учил алгоритмический язык лого. Там нужно было черепашку заставлять рисовать какие-то узорчики, вот такие вещи, это прям... Но это, я так понимаю, чуть ли не в стандартный набор Windows-овских программ на XP входило, там какие-то, ну, просто бредятины различные. Я думаю, знаешь, сейчас уже для этой черепашки на питоне уже написано, на какой-нибудь это устанавливаешь быстренько и все, черепашка. Я думаю, что, да, мы, конечно, могли посмотреть, что такое Scratch перед этим, но сейчас же это, Lego-программирование, да, для детей все, Lego Mindstorm, вот это, там простейшие алгоритмы, там, причем даже несколько хардварных API-ов, то есть там какой-то датчик, он видит цвет, там, черный-белый, какое-то там вообще движение отслеживает. Ну, то есть там прям деткам реально интересно. Ты думаешь, там на питоне все написано? А я не помню, на чем там написано. Я боюсь подумать, что там какой-то такой условный алгоритмический язык все-таки. Нет. Это мы, кстати, тоже учили, что характерно. Детки учат на условном алгоритмическом. Ну, тут я имею в виду вместо Scratch. То есть это очевидно, это что-то американское, я как бы адаптирую для нас здесь. Ну, а потом Python. Дескать, он легкий, readable и вообще хороший. Второй вариант, make money. Его мы рассмотрим потом. Не знаю, зачем я его вторым тогда прочитал, я мог как бы этого не делать, но... I don't know, just pick one for me. Типа, я еще не знаю, какой-нибудь выберите. Ну, Python. Сразу Python. А знаешь, почему? Наверное, потому что человек, который ты играет, он к kids приравнивается все-таки. Он Scratch. Да. Just for fun, I'm interested improve myself. Вот эти три варианта, они все ведут к тому, что в голове... И задается вопрос. Do we have a brilliant idea, a platform in mind? То есть вдруг вы уже, ну, конкретно какую-то идею придумали, и поэтому хотите научиться программировать? Давай, допустим, придумали. Ну, я просто как-то хотел вот справа вот так все зачитывать, и все. То есть, допустим, мы не придумали еще ничего. I prefer to learn things. Как я предпочитаю учить вещи? По-простому. Python. По-хорошему. Python. Ну, не по-хорошему, а как следует. Да, 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 да. It's slightly harder way. Чуть-чуть посложнее. И тут такая аналогия, типа, ручная или автоматическая коробка передач? Автоматическая Java, ручная C. Дескать, ну, там в конце будет пояснение, мы их зачитаем, поэтому пока так, да. Ну, и четвертый вариант. Очень сложно, я люблю. It's a really hard way, but easier to pick up other languages in the future. То есть, типа, суперсложный способ, но впоследствии мне будет проще учить другие языки C++. Это, кстати, единственное явление C... А, нет, не единственное. Да, извините. Ну, я думаю, что его не зря так мало здесь явление C++, потому что это вообще... Ну, 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 да. Yes. Если мы имеем какую-то идею в голове, which platform field? То есть... Какую мы платформу выберем? Здесь несколько идет. Web, Enterprise, Mobile и 3D Gaming. Давай веб. Ну, да, нашу веб-релейтед. Does your web-app provide info in real-time, like Twitter? Да. Ну, тогда JavaScript. Ну, как бы тут можно много спорить, но, наверное, так и есть, потому что... По многим способам. Почему он сейчас ратует за JavaScript фреймворк? Кстати, like Twitter-то не JavaScript. Ну, это понятно. Тут имеется в виду аналогия, что real-time. Ты же тут только начинаешь. Twitter-то они наделали уже своих ошибок. Да, да, да. А ты-то не должен же их повторить. Ну, да. Читатель этой инфографии. Вот. Почему за JavaScript фреймворки все ратуют? Потому что, типа, вот есть у вас дефолтный WPS-хостинг, да, какой-нибудь. Пусть даже он двухъядерный. У него там 512 оперативки. И все, да. И лимитированное время, там, лимитированный трафик и так далее. И вот у вас в руках, допустим, шестой iPhone. У него и то уже, там, гиг или даже два оперы. По-моему, два. Или у iPad Air 2, два гиганта. Ну, не важно. В общем, очевидно, что ваш iPhone 6, он значительно мощнее многих хостингов. Это я говорю, ладно, WPS. Стопудово мощнее любых шарит хостингов. Шарит. Ну. Вот. Поэтому, наверное, если на клиенте там все кэшируется, исполняется, то есть на телефоне, то это будет более или менее быстро. Уже не говоря о ноутбуках, компьютерах, там, и мейнфреймах ваших личных. Да. Да, поэтому, ну, вот поэтому он тут пишет JavaScript. Но, тут опять вопрос. Do you want to try something new with huge potential, but let's mature? То есть вдруг вы хотите что-то попробовать, но с большим потенциалом, но не такое зрелое. Тоже предлагают JavaScript. Ну, понятно, наверное, он как бы, именно как стендалон язык для бэкэнда и для полноценного фулл-стэка не так давно используется, поэтому, наверное, об этом здесь и говорится. И ноутшур ведут нас в одну линию. Нет, так. Да, ноутношур. То есть если мы хотим очень такое серьезное что-то взять, да, для веба, и, значит, нас это ведет к вопросу, какая же ваша любимая игрушка. Ну, оно тут даже непонятно серьезное, тут зрелое, будем говорить. Ну да, зрелое, зрелое, да. Ну вот тут несколько вариантов. Лего. Python. Play Doh. Ну, пластилин по-нашему. Ruby и I have an old and ugly toy, but I love it so much PHP. Ну, деревянные игрушки, короче, у кого были, те PHP. То есть это мы. Да, да, видимо. Ну, тут не будем, да, говорить про географический фактор. То есть инфографику, очевидно, не в России делали, и не для русских. Поэтому так. Потому что, ну, у нас и для Lego, и для пластилина, и для всех PHP используют, видимо. Ну, Ruby, очень мало русскоязычных, как это, ресурсов на Ruby. Ну, просто реально. Сейчас, понятно, уже есть хабр ваш любимый, на котором есть пара статей. Запускаем рельсы и делаем там блог, я не знаю, или простейший веб-магазин. Да, ленту какую-нибудь, куда могут все пушить, пулить. Ну, короче говоря, раньше это было не так, когда мы все начинали программировать. Чтобы на Ruby заниматься, надо было как минимум знать английский, как максимум еще жить в Америке. Да. Ну, Python, ну, на нем было больше материалов. Ну, как-то, не знаю, он ни в каких вузах, нигде. Ну, мало где Python. То есть, ну... Да, кстати, да, вот в вузах Python. Это вот, мне кажется... Да там сразу C... В вузах сразу C++ и Java. Python, это странно. Ну, то есть, наверное, опять же, если бы мы работали в исследовательских каких-то лабораториях, каких-то, ну, биологических, математических, геометрических вещах, то там Python-овские библиотеки очень много написано крутых. И просто исторически так сложилось, что прикладные приложения для, вот, ну, математики и прочих вещей, они, ну, на Python. Ну, что, по MakeMoney пойдем или еще платформы посмотрим? Нет, так, ну, посмотрим все, они же очень быстрые. То есть, Mobile тут вообще два ответвления, Enterprise там тоже одно. То есть, если Mobile, то тут все, понятное дело, лимитировано операционной системой. iOS это Objective-C, Android это Java. Ну, справедливости ради, давай скажем, что на Windows Phone как на C-Sharp можно писать, так и на JavaScript теперь. Да. Поэтому, ну... В общем, Android, Java, только Java, конечно. Я не готов утверждать, но Java стопудо... Ну, Unity, Unity, он на C++, и можно на нем писать, и это можно даже на iOS потом такую игру портировать. То есть, это мультиплатформенный двиган, но я так понимаю, C++ это, ну, побаиваются немного. Ну, хотя вот там 3D-гейминг же есть, да, поэтому... Есть шанс, что, ну, вот C++, видимо, для 3D-игрушек, а на Android это для платформеров каких-нибудь беспонтовых, о которых, кстати, мы там дальше еще поговорим. Ну, так вот, что касается Enterprise, тут вполне очевидно, что спрашивают, вот, do you think about Microsoft? Если I'm a fan, то C-Sharp, да, и .NET, их ISP, .NET Framework. А если Notepad или SAC, то Java. SAC. Ну, ну да, традиционно Enterprise решение делается на Java и на .NET, поэтому тут... Ты же не знаю, как прокомментировать. Так и есть. Ну, 3D-гейминг, вот C++, то есть, если к вашему вопросу о платформе. А если вы хотите заработать денег... Реальных. Да, то найдите работу. Работа может быть в нескольких направлениях. Опять же, 3D-гейминг, C++, Mobile, это iOS Enterprise, тоже мы уже рассмотрели, Web. То есть, здесь мы про стартап говорили, а здесь мы говорим про именно постоянную работу. Можно пойти фронтендщиком в JavaScript. Ничего не изменилось, на самом деле. Ну, примерно, да. То есть, ну, или вы идете во фронтенд, работаете в JavaScript, или идете в backend и работаете либо в Enterprise, опять же, C-Sharp и Java, или в стартапе, там вас уже по тем вопросам проинструктировали. Ну, вот просто идти фронтендщиком. Я вот... Вот, к слову, почему их так много в России сейчас стало? Как ты думаешь? Да, честно говоря, ну, во-первых, скажем, что сам по себе JavaScript стал популярнее. Но он-то стал популярнее, потому что он просто проще, чем, допустим, та же Java. Ну, конечно, он простой, динамический, что я вот взял, достал, там все работает, кавычки, хочешь поставил, хочешь не поставил, все равно работает. Поэтому, да. Но я думаю еще и потому, что, ну, это легко в том смысле, что браузер есть у всех, блокнот есть у всех. Мы как начинали фронтендить? Открыл блокнот, написал HTML body, марку Е и радуешься. Background color red. BG color, именно атрибутами еще HTML-ными это делали. И тег фонд. Марку Е. Ну, вот, да. Поэтому это просто банально просто. Просто банально просто. Я помню, был момент, когда мне даже Denver-то сложно было накатить, да? Помните? Было, было. Такой веб-сервер странный. Для Windows, по-моему, он только. Я не уверен, что он есть на Unix платформах. Ну, вот, да. И поэтому, ну, JavaScript банально проще. Ну, посмотрим. Если на какой платформе doesn't matter, I just want money, ну, Java. Просто, если ты хочешь, бабла закрывать. Да, и тебе не важно, в каком говне ковыряться, иди работай на Java. Хотя, это тоже спорный вопрос. Можно и на C++ очень дорого в говне ковыряться. Да, мне тоже так кажется. Но, видимо, это сложнее просто. А вот мы сейчас, кстати, дальше перейдем к сложности. Да, да, да. I want to work for big tech companies. На Microsoft работаешь, идешь в C Sharp, на Apple Objective-C и Facebook Google Python. Ну, тут, как бы, да. Хотя, в Facebook, я бы сказал, PHP. Хэк уже. Они уже настолько далеко от PHP ушли, что да. Но исторически, наверное. Здесь есть некое сравнение. The Lord of the Rings analogy to programming languages. Ну, вот нам-то на экране видно, ну, мне, по крайней мере. Но, я так понимаю, лучше открыть в отдельной штучке. Нажми, нажми. Нажми, да. Ну, что, слева пойдем? Давай. Python. Сложность одна звездочка. The End. Помогать маленьким хоббитам, в скобках начинающим. Понять эти концепты программирования. Помочь магам, в скобках компьютерным, ученым. Проводить исследования. Ну, то есть, да, понятно, что... Ну, хотя, собственно, мы уже расшифровали, прочитаем. Widely regarded as the best programming languages for beginners. Ну, предпочитаю думать, что для начинающих лучший язык для программирования. Easy as to learn, проще всего учить. Используется в научных каких-то технических и академических полях. В исследованиях. Например, искусственный интеллект. Хотя, ну, доподлинно известно, что... Хотя, это сильный холивар, наверное. Про искусственный интеллект? Ну, да. То есть, ну, то, что это такой суперспособ отъема денег по грантам и прочим программам у государства и компании, это, конечно, круто. Но сам факт того, что там состояние мозга меняется каждые два дня, да, там, туда-сюда. То есть, ну, связи между нейронами, они каждые два дня переделываются. Это симулировать, ну, невозможно практически, потому что это в true-randоме делается. Ну, ладно, это не для этого подкаста, рассуждения, ну, как факт. Ну, и можно использовать, делать сайты на Django, например, суперпопулярный фреймворк для Пайтона. Ну, есть еще Bottle Flask, микрофреймворки. Ну, может, какие-то еще большие есть, не знаю. Ну, дохрена популярным. Used to build YouTube, Instagram, Spotify. 107 тысяч долларов средняя зарплата в год. А что, YouTube написан на Титоне? Ну, я вот так тебе скажу. Ну, наверное, раз пишут, во-первых. Ну, да, раз пишут, да, наверное. Да, наверняка автор инфографики лучше разбирается, чем мы. Но вот недавно же было обсуждено, что, типа, этот алгоритм-то у них поломался. И там чуть ли не на каком-то говне именно этот кусок был написан. Я не знаю, на чем, ну... Что там поломалось такое? Ну, счетчик, помнишь, мы обсуждали. А, этот, да, да. Там говорили, что именно вот этот кусок кода, он мало того, что там вот, ну, 32-битный, там он еще на каком-то недоразумении написан. Я не знаю, я не помню, правда. Значит, на Питоне. Давай дальше. Видимо. Java Gandalf wants peace and works with everyone. Портабл. Хочет мира и работает везде. Ну, понятно, что вот эти Java оплеты, не только оплеты, как там вторая хрень это называется, еще какие-то плеты. Они переносимые, то есть оно в J-код наполовину компилируется, потом уже выполняется в Java виртуальной машине. Он где угодно. Она мультиплатформенная штука, можно накатить хоть на OS X. Хотя, ну, почему бы и не на нее. Очень популярные платформы, ООС и девайсы, дюйтвит с популярностью. Один из самых в дементе и высоких программных языков, слоган «Write once, work everywhere». Ну, тут все понятно. Короче говоря, это прям такой монументальный язык. Везде работает, если один раз написал и везде работает. Да, да. 102 тысячи долларов средняя заработная плата в год, 5 звездочек, популярность. Написан Gmail, Minecraft, большинство Android-привожений и всякие Enterprise-привожения. Как-то Minecraft выстрелило здесь. Ну, его недавно кто-то купил. Кто его? Microsoft, да. Ну, видимо, за дохрена купил. Здесь тут про бабки в основном, я так понимаю, инфографика, если так в целом посмотреть. Да, ну да, да. Вот поэтому, да. Ну, C, C++, понятно, я думаю, надо как-то побыстрее это все проходить. Ну, в общем, на C написаны операционные системы, hardware и, ну, C++ это супер расширенный C, там, с большим количеством библиотек, новых паттернов из-за этого и так далее. Ну, с ним все понятно, он сложнее, банально. Так и везде используется для создания operating systems? Ну, вот C, C++, да. То есть это уже досвидос? Очевидно, что это такие вещи, которые... Про JavaScript, кстати, больше всего написано. Ну, да, понятное дело. Ну, про Python примерно так же. В общем, JavaScript Hobbit. Frequently underestimated, powerful. Очень часто недооцененный, в скобках могущественный. Well-known for the slow and gentle life of the Shire. Shire, как в Shire, наверное? Наверное, да. Веб-браузер. Ну, то есть он всегда был в веб-браузерах, поэтому его популярность, она, ну, в какой-то степени предречена была. Ну, тут понятно, что путают Java и JavaScript. Понятно, что это клиентский язык. Понятное дело, что его должен знать любой фронт-энд-разработчик. И сейчас прям он супер в тренде. Ну, мы это уже обсуждали неделю назад. Смотрите наш 19-й подкаст, там как раз про JavaScript более подробно. 4 звездочки популярность, 99 тысяч долларов в среднем, PayPal front-end of majority веб-сайт. Ну, кстати, за 4 звездочки популярность надо было 5 делать. Ну, я так понимаю, в мире, как бы, ну, с учетом количества кода, если ты сам подумаешь, сколько в операционных системах кода и сколько в ваших сайтах. Ну, да, может быть. Я думаю, здесь как-то вот... Да и просто JavaScript, понимаешь, его же сейчас начинают, ну, подростки учить, да, молодежь. А на си-то дядьки уже сидят. Они за свою жизнь уже больше кода написали, чем полстраны нашей. Ну, да. Поэтому, ну, я, может быть, переоцениваю их, но как бы то ни было, я так вот предпочитаю думать. C-Sharp. Ну, тут тоже. Короче говоря, если вы Windows guy, учите C-Sharp. Это нормальный взрослый язык, на котором можно хрен что написать. 94 тысячи долларов. Можно написать себе. Да. Ruby Man Middle Earth. Мне очень понравилась аналогия. Very emotional creature. They, some Ruby developers, feel that they are superior and need to rule the Middle Earth. Некоторые Ruby-разработчики предпочитают думать, что они прям самые лучшие и должны рулить, рулить, управлять Средиземьем. Ну, короче говоря, много заночевых Ruby-программистов, которые думают, что Ruby это прям вау-вау-вау. Хотя, ну, опять же, как можно это сравнивать с C++, если это интерпретируемый язык, который на ходу интерпретируется. Наприори он медленнее и динамически типизированный. Зато ты посмотришь, 107 тысяч баксов. Ну, понятно, что ты же понимаешь, что Ruby в основном в США. А там-то бабки. А, а там бабки. И поэтому, ну, это индустрия, как бы ты ни хотел. Группон написан. Hulu, группон, слайдшер. А Hulu это что такое? Это типа Netflix-стриминговый сервис, насколько я помню. А, смотреть видео? Я прям сейчас хочу бесплатно без SMS. Да, Free TV Shows and Movies. Понял. Так, это мы досмотрим. А, нет, на отдельный. Так, вот. Ну, Twitter еще написан на Ruby. Я не знаю, что там они переписывают немного или нет. Но, наверное. Но был написан на Ruby. Hulu. Ну, это, конечно, распространенное мнение. Сейчас PHP уже 5-6 приобретает, в принципе, признаки неплохого языка, но репутация уже, конечно, безуспешно, безвозвратно упрощена. Да, big headache to those developers, to manage them codes. Ну, мы тоже, если ты хреновый программист, то, да, шанс того, что у тебя будет говно на PHP, значительно больше, чем на C++, потому что у тебя говно твое не скомпилируется просто. Но, понимаешь, говно на JavaScript, я его еще больше, чем на PHP, поэтому, ну, мы это регулярно говорим, поэтому, что тут дальше? Yet still dominates the middle-earth most popular web scripting language. Ну, просто исторически в 90-х, когда рассвет интернета тогда же зародился. Вот, PHP и... и да. Used to build WordPress Wikipedia Flickr. Кстати, Wikipedia... Мы же это убрали, да, истем? Убрали. Но Wikipedia перешли на хип-хоп-виртуал-машин, виртуалку от Facebook для того, чтобы PHP на ней компилировать, чтобы быстрее работало. В C++. Да, я не знаю, насколько... Может быть, в C? Ну, это... Пухрену. В нормальный C язык, да, компилируется. И... По-моему, на язык Hack, который является расширением PHP со статической типизацией и прочими плюшками, они не перешли. То есть, пока они так под порочки костыли ставят, посмотрим, чем закончится. Ну, естественно, селари ежегодный доход меньше всего 89 тысяч долларов. Objective-C Small, Lonely, Loves Gold. Ну, тут все понятно. Если вы Apple Guy, то 107 тысяч долларов и iOS OS X. Да, вы просто любите деньги зарабатывать. Ну, кстати, вот, мне кажется, это самое простое. Если ты знаешь Objective-C сделать... Сделать... Flappy Bird? Да, да. И просто зарабатывать. Ну, оно, видишь, выстреливает что угодно. Вот этот наш сайт, как там он? Zen, Rus, Zen, Zen, Rus. Ну, ну, ну. Не хотелось рекламировать, но какая мы нахрен для них реклама? Ну. Это смешно просто. Я не знаю, на чем уж они там написаны. Возможно, это вообще статический какой-то сайт. Ну, нет, это Node.js-приложуха, которая каждую секунду там чуть-чуть подтыркивает эти... ...биржи или откуда она там берет. Ну, вот. Что ты думаешь, они думали, гадали, что так бомбанет? А вон у них Тинькофф теперь рекламируется. Все равно где-то они пропиарились. Мне кажется, что... Да ну, где? На Медузе, естественно. На всяких таких говносайтах, на Тижурно или вот этом всем. Но это не меняет того, что сама задумка... Возможно, понимаешь, их просто они сами себе в комментариях кинули. Просто, ну, это же откровенный троллинг, да, России и всего русского. То есть, ну, это очень русофобский сайт, несмотря на то, что он информативный, информационный. Я сам туда захожу иногда курсы посмотреть. Но сам факт того, что это вот так вот, их пропиарил. Поэтому, ну, короче говоря... На волне. Да. Поэтому не обязательно Objective-C. Чтобы заработать денег. Можно JavaScript, да? Можно просто голова нормальная на плече. Эх. Ты чё это? Я думал, у нас подкаст такой. Типа, что надо программировать. Да, зачем? Не обязательно. Да. Но тут вот есть в этом же посте куча ресурсов по каждому языку программирования. С чего начать, чего поучить. Я думаю, очень познавательно будет для многих. Но ещё и вот дизайн надо было добавить. Да, чё-то не добавили. Я им не увидел. Да. Most useful resources. Надо им pull request отправить на этот пост. Здесь пояснения небольшие. Типа, почему везде Python? Ну, тут есть ссылочки, на которых сказано, что там... Ну, реально, все указали, что там... Его проще всего учить, как первый язык, что просто он супер популярный и так далее. Почему такая аналогия с игрушками? Ну, мы тоже это обсудили уже. Вот такая. Авто и мануал... Мануал. Мануал. Хар аналоги. Окей. Говорит нам о том, что типа в C больше контроля, чем в Java, особенно там вот Garbage Collection, Memory Management, да? Все вот там... Нет, Garbage Collection это как раз PHP во всяких недоязыках. А тут-то можно самому память очищать там и так далее. But you may be able to drive faster and more efficient in C. Это достаточно очевидно. Facebook uses PHP там... Короче говоря, почитайте. Это очень супер информативный пост инфографику. Я прям удовольствием получил обсуждаю. Да, ну ты давай тогда последнюю цитаточку. Да, да точно. Я хотел закончить, что... Во-первых, типа хороший программист должен знать несколько... языков программирования, чтобы узнавать разные способы решения проблем. Ну, то есть это вполне себе понятно. То есть, ну, если вы не понимаете, как еще бывает, то вы априори зашорены. Поэтому учите много языков и останавливайтесь на том, который вам больше всего помогает. И вот цитата Линуса Торвальдса, то есть создателя Линукса. То есть большинство программистов программируют не потому, что они станут высокооплачиваемыми, или их признание ждет всемирное, потому что просто программировать это прикольно. Причем, я так понимаю, большинство программистов состоявшихся, крутых программистов. Ну, типа, которых он опросил лично, ты имеешь в виду, да? Да, с которыми он общает. Ну, я не знаю. Я прям аминь считаю. Потому что, ну, в любом случае, если вам нравится что-то создавать, ну, вот на чем-то там этом, ну, на хлеб вам все равно хватит. Даже если это не в этой области будет. Даже если это JavaScript. Да, или PHP. Ну, давай WordPress. Да, я вторую тему тут нашел. WordPress as a Framework, такая, 31 января постик 2014 года, почти протух уже, но, тем не менее, неплох. В общем, суть в том, что традиционно WordPress воспринимают как CMS, да, Content Management System, или даже платформа для блогинга, и такие есть. Хотя, ну, как бы это такое, это про вторые и первые версии больше. Ну, да, но изначально-то и было блогинг. Ну, нет, само собой, что тут спорить никто не будет, что началось все примерно как и сам PHP. От простой инициативы, да, там небольшой формы хотели делать и запароленные кусочки, а вот так вот все оказалось. Но Community Support Documentation... А, ну, здесь автор Ширак Свадья. Оле-ой. Да, он решил по пунктам пройтись, почему WordPress показывает нам признаки фреймворка и почему можно его таковым считать. Признаки жизни, почему он показывает. Первый, Community Support and Documentation. То есть, очевидно, что у любого большого фреймворка есть комьюнити, есть свой, там, кодекс, мини-вики и так далее, в которой сказаны не только какие функции за что отвечают, а какие best practices принято использовать именно вот с данным инструментом. То есть, например, там, и фреймворк ИИ задумывался, там, вот с такой-то архитектурой, там, что паттерн МВЦ и так далее. Ну, то есть, вот такие вещи. Их стоит знать, если вы используете, там, WordPress, ну, или, я не знаю, Laravel, CodeIgniter, ИИ. И почитайте best practices. Как именно авторы задумывали, что этот фреймворк будет использоваться, так он больше вам пользы принесет стопудово. Потому что любую вещь, какая бы она совершенно ни была, все равно можно сломать дерьмовыми руками, и поэтому не делайте так. User management. То есть, в WordPress дефолтный модуль, который отвечает за user management, там, таблицы, по-моему, WP users, вот это все. Ну, вот здесь он старые примеры приводит, ИИ-2 уже вышел. Там есть вот этот модуль ИИ-2 admin, который тоже это сразу из коробки поднимает. Ну, не из коробки, а когда вы модуль поставите. Поэтому примерно одинаково это везде. Ну, кто-то сам пишет. Ну, можно, конечно, да, но я думаю, большинство людей, кто пользуется фреймворками, они тоже вот эти вот дефолтные решения используют. Конечно, он на то и фреймворк, чтобы из него собрать просто и работать. Ну, да, то есть, не то, что реально написать все самому, ты тогда можешь и без фреймворка сам написать. Ты знай паттерны просто и пиши. Ну, это да, это такой спор о том, что было курица и яйцо перед этим. Фреймворк или плагины к фреймворку. Или эти плагины первые, это есть части фреймворка, которые просто удобнее, как я опять забыл, инкапсулировать в отдельные модули. Admin dashboard. Все бедлят, ну, не все, многие бедлят, что типа вот я хочу свою админку. Ну, и, между прочим, тоже же опять же дефолтная админка есть. По крайней мере, в первом. Я второй прям не щупал, чтобы подробненько. Хотя я и первый не щупал, но первый щупал. Тоже, ну и несколько модулей есть. Вот вордпрессовская админка. Кроме шуток, ее можно переделать прям вот катастрофически. Может быть, когда-нибудь мы сделаем пару обзоров на это. Там есть несколько плагинов, которые тоже всю админку выключают и новую поверх накатывают. Причем с конструктором, то есть можно, как хочешь, ее завернуть. Не только вот это слева, вот это вот колоночка? Конечно, конечно. Да ну и даже теоретически ты можешь, раутинг же там есть, ты можешь написать страницу, какую-нибудь, я не знаю, слэш, там, wp-админ, да, дефолтный, слэш дашбор ты можешь написать. Ну да, и в джимле, по-моему. А, и может. Не важно, в общем, где-то, в какой-то из поганых смс-ок еще. Фреймворков. Не, ну там точно не фреймворки. Вот, и можно написать свои круто-операции, вот здесь следующий пункт, да. То есть прям, ну кроме того, что здесь вордпрессе, вот в джаваскрипте же у нас все функции, да. Вот вордпрессе все посты. Так, ну кроме юзеров, да, то есть вот даже медиа эти, аттечменты, которые, это тоже посты, custom post types. И пейджи, которые страниц, это тоже посты, это все хранится в таблице wp-posts. И даже когда ты накатываешь в WooCommerce, да, какой-нибудь. Ну и продукт тоже посты. Да, да, все товары, это тоже будет в таблице wp-posts храниться, ну и post data, да, по-моему, вторая, в которой хранится вся мета-информация. В общем, и когда всего там, ну, небольшой функции вы создаете еще один тип постов, вам сразу появляется в админке дополнительный набор администрирования. Это все можно и самому сделать с помощью API, wp-query API, там еще какой-то. Короче говоря, это все можно самому написать на странице dashboard или администратор. Если вдруг вас пугает стандартная админка, вам хочется что-то своего. Справедливости ради надо сказать, что архитектура базы данных от этого не изменится, и как она говеная в WordPress была, так и останется. Ну вот это, наверное, пожалуй, единственное ограничение, которое я лично для себя вижу вот в написании каких-то проектов. Ну, так исторически сложилось, зато с помощью там плагинов, расширений можно, ну, до 90% сайта поднять просто там в течение, я не знаю, 15 минут, поэтому это все к вопросу... Может быть, это не самый такой чистый и честный фреймворк, но все-таки фреймворк, потому что работать позволяет. То есть, extensibility, scalability... Многие люди, которые говорят про WordPress, как CMS, как блогинговая платформа, не подозревают о том, что есть такая штука, как хуки. Расскажи нам, Никита, о хуках. Как хуки, да кроме просто хуки, да и PHP у нас есть такая штука. Мы можем там еще докрутить, сколько мы их хотим, кроме того, что хуки. Это понятно, здесь тоже API для нас уготовлен. А, но если API уготовлен, да, конечно, куча хуков, которая нам позволит настолько закастомить вот классические алгоритмы наши все. Да, то есть вот тут написано filters hooks, это неправильно, да? Все хуки делятся на фильтры и экшены. То есть вот здесь экшены нужно упомянуть. И экшены – это просто на самом деле коллбеки, то есть вы указываете, какая функция в какой момент должна выполниться. В зависимости от того, какие вы у себя в темке экшены расставили, можно на них вешать много функций, там по приоритетам, то есть все выполнять как угодно. И вот эта вот концепция фильтров и экшенов, она нам на самом деле позволяет делать MVC в WordPress. То есть в одну папку вы сложили все эти имплейты, которые вы подключаете по конкретным экшенам и так далее. Ну, мне понравилась вот эта аналогия, которая с гардеробом и вешалочками, это прям хорошо. Ну, оно по тому хукс и называется, что ты на крючочке какие-то вешаешь что-то, да. Ну, фильтры – это изменение некоторых функций в тот момент, который вам нужно. Вы можете чуть-чуть контент подправить. Супер просто. Особенно, понимаешь, в чем дело? Эти фильтры и экшены, кроме того, что есть дефолтные, можно самому делать. То есть там add action – это вешать, да, remove убирать, а do action – это добавить свой. И можно кучу своих надобавлять и просто, ну, вот, сделать себе ультимейт-шаблон, на котором в течение, опять же, ну, там, 20-30 минут делать все от блога до веб-сервиса какого-нибудь с лентой, там, до социальной сети целой. Ну, понятно, что она работать будет не так быстро и здорово, но тем не менее. URL routing and SEO-friendly URLs, то есть, ну, весь раутинг, вот это все, вся структура очень прикольно проработана. Здесь вот есть rewrite API, через который можно все, там, кастомизировать. Ну, кроме этого, у вас есть еще ваш веб-сервер, там, Nginx или Apache, в котором тоже можно rewrite правила все прописывать. Ну, короче говоря, это вот, ну, это ограничено в основном вашими знаниями в Unix всяких технологиях и вот этих программах, которые, кстати, на мой взгляд, знать не менее важно, чем вот все языки программирования из первой темы. Ну, просто, ну, правда. Попробуйте получить администрирование серверов, автоматизацию, там, администрирование, кэширование. Ну, вот, кстати, о кэшировании, то есть, в WordPress дефолтные есть вещи для кэширования. Ну, и кроме того, что там всякие кэширование страниц, объектов, баз данных, это все понятно, есть еще вот этот транзиент API, который позволяет нам некоторые настройки в таблице WP options сохранить не все время, а чтобы они умирали через какое-то время. Ты на месяц положил туда, там, на час тоже, там, на день, в зависимости от того, как тебе надо. Это закэшировалось, чтобы твой сервис не дрочил сторонний какой-то сервис. Очень долго, несколько раз за минуту что-то запрашивал, ты закэшировал на месяц, стопудово у тебя будет. Ну, естественно, везде это можно реализовать на других фреймворках, но вот тут в том числе прям вообще без каких-либо ограничений. Там V3 Total Cache, то есть, кроме этого, еще плагины куча кэширования. Нет, ну, плагины, они же с API-ми и работают, то есть, тут как бы, да. Ну, и с веб-сервером тоже, то есть, V3 Total Cache надо чуть по-разному настраивать для Apache, для Nginx, ну, и в том числе, если у тебя поп-код, то есть, вот этот Advanced PHP Cache не установлен, как штука на твоем хостинге, то не будет у тебя ни хрена работать, как на WordPress, так и на фреймворке, так и где бы то ни было. Поэтому используется-то все равно стороннее решение. Веб-фреймворк – это такой интерфейс для доступа к куче всего другого, если ты не тупой. Вот в WordPress тоже есть доступ для всего этого, если ты не тупой. Тимплейт, понятное дело, как угодно можно это все хранить. Есть тик-дефолтная структура, да, там 404, хедер, там футер, то-то-то. Но это можно раздробить на бесконечное количество угодно каких вещей. И с помощью, здесь так говорится еще про WordPress темплейт, которые, знаешь, ты пишешь в названии, типа, темплейт такой-то, и ты страницам его присваиваешь, и в зависимости от этого можно создавать страницы абсолютно разной структуры, с разными там запросами и так далее. Ну, в общем, опять же, и люди, которые говорят, что WordPress там это CMS, они просто не знают ни про хуки, ни про темплейты, ни тем более про кэширование, я больше чем уверен. Поэтому у них WordPress медленный и дерьмовый. А, ну, на самом деле, его очень легко можно заставить работать очень по-понтовому. У нас на Uweb-дизайне в этом году обязательно будет курс. Да и не один, я думаю. Один точно будет. Про WordPress смотрите, подписывайтесь, не забывайте. И ставьте лайки. Да, и ставьте лайки. Ну и дизлайки, опять же. Идем дальше. Давай дальше. Ну че, то, что ребята из archive.org положили MS-DOS много игр, 2400 классических MS-DOS игр, которые запускаются в MS-браузер. For free. For free. Ну, новость-то сама, я так понимаю, запускается и запускается. А, кстати, к чему они это приурочили вообще? Хрен его знает. Новый год. Новый год. Подарок. Ну, я так понимаю, может быть, MS-DOS сколько-то лет исполнилось. Может быть, Atari. Ну вот, че-то как-то... MS-DOS? Ну вот даже здесь на Virgin не указано из-за чего. Возможно, вот... Я в детстве MS-DOS называл. Ладно, давай, короче, посмотрим, как игры выглядят на archive.org. Давай сразу. Castle Wolfenstein... Нет, давай сначала Аладдина, да? Давай. Все его знают, любят. Почему-то в Safari не работает. Да, кстати, вот. Вот эта штучка Frame. Он не работает. Он как каким-то хреном DOS Box эмулирует, запускает. Это че вообще? Я хочу вот... Давай, давай посмотрим, че это. О, ошибочки копятся. Так, это Canvas. Понял? На конве это все делается. Так тогда должно работать. Ну вот, мы пробовали ждать. Нельзя дождаться. Поэтому в Chrome откроем для того, чтобы хоть как-то что-то показать. Давай. Мы Aladin. Да, пробуем Aladin. Все по-любому играли на Dendy. А почему-то, кстати, MS-DOS? Ну, потому что мультиплатформенная игра была. А, ну это же в MS-DOS туда с Dendy взяли. Хрен, я не знаю, откуда взяли. Это вот еще бабка на 2, я сказал, где первая была. Я больше, чем уверен, просто сразу вышла. Сейчас же выходят игры сразу на Xbox, на PlayStation и на PC. Нет, они прям в один день выходят. Вот тут так же, я думаю, было. Copy protection, enter. Loading plus wait. Тут сейчас будет сюжет нам рассказывать Aladin, как обычно. Ну, мы знаем уже сюжет, что злой визирь, Жафар, хотел попасть в пещеру чудес, забрать лампу. И только расточок Aladin мог туда пустить, потому что пещера, она умная. Кому попало, не давало шансов. Чтобы никакие богатеи. Да, я, кстати, вот, не знаю, сейчас попробую микрофон подставить к звуку, потому что, ну, так его не будет слышно. Ну, давай. То есть, вся классик. Вот они эти. Ну, вот в таком аспекте, там, MIDI-звуки какие-то, но они эмулируются на реальной звуковой карте. Я от одной рукой попробую что-то тут поиграть. Control, control, control. У тебя, может, даже лучше получится, чем когда ты был сосредоточен. А, нет, тут, ух ты, охренеть. У меня реально лучше получается сейчас. Близко не подходи к нему. Он просто, да, он вперед иногда кидает. Скотина. А я сейчас сложность не выбирал хард. Может быть, мне из-за этого тоже лучше будет. Ну, нормальный. У меня там трусы. Классика. Ну, подлагивает, конечно. Чем больше происходя... Я думаю, с такими темпами надо будет стримить. На твиче эту штуку все. Ну, да. Но только можно на нормальном эмуляторе. Я когда... Да, понятно. В 2011-м мы с тобой были в стране одной. Ну. Не нашу. Что ж такое-то, да? Мы так не прыгали криво, когда вы... Мы на нормальном DOSBOXе играли в нормальный второй Mortal Kombat. Даже его проходили, помнишь? Угу. И там, ну, не было никаких подлаги. Они, естественно, 60 FPS, true, там, only animation. Смотри, у тебя нормально пока все. Ну, вот, да. Вот так это работает. Он меня подманивает. Но я сейчас умрешь? Попытаюсь как лох. Не, я не умру. Ты видишь, там у Джинни... У него часы. Да, у Уизли. У него часы, и там мои хелсы на его часах показываются. Тут другой Джинни был, да, я его взял. Так все, вот ты сейчас бери. Их хелсы. Я взял, кстати, их. Так вот эти часы, это мои хп показывают, поэтому... Так, тут надо прыгать, да, на этом? Мат. Это как это? Татами? Мат? Не надо на нем прыгать. Я думал, он меня будет подкидывать. На, влево, да, идти? Да я, честно говоря... Ну, вверх? Э. Что? Вот эта лампа, это, по-моему, сейвпоинт. Ну, давай. Или бутылка. Ты вон, иди туда в эту. Вот эту тоже? Или тут минимум, да, интерактивности? Тут надо просто идти, идти. Ну, ладно, я игрок-то хреновый. Одной рукой. Да, я одной рукой-то как бы микрофон пытаюсь держать. Ну, вот, так скажем, из-за того, что подлагивает, это не очень прикольно. Хотя, с другой стороны, помнишь, мы играли в третью GTA, был момент? Ну. И из-за того, что она подтормаживала, то можно было на столетнике обогнать Феррай. Ну, здесь, понимаешь, я не знаю, дает ли это плюсы? Ну, я как-то мог... Ну, все, я проиграл. В общем, вот так выглядит Аладдин. И хочется показать вам еще Вольфенштейн, классический, 84-го года. Не Вольфенштейн 3D, который мы все знаем. В смысле, с него начиналось, ты хочешь сказать, вот с этого Castle Вольфенштейна? Мне кажется, да. Я не читал историю, я... То есть, это реально про какую-то эту, про крепость, где реально ходят эти... Замок. Замок, да. Замок, где ходят нации. Ну, кроме того, что там ходят нации, там типа еще эти эксперименты проводили. Это нам показывает, как надо играть, ты понял? Это тут-то игра, этот человечек, он их струляет. Да, 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 да. Видимо, из-за того, что у меня очень мощный компьютер, у меня очень мощный компьютер, очень быстро все двигается. Я просто пытаюсь управление как-то получить, не получается. Enter, жму никак, ни в какую. Вот. Мне напоминает, что K for Keyboard, J for Joystick. Ctrl N, Start New Game, R Reverse Control, Q, бла-бла-бла. Вот мой человечек в середине, вот это нации. Как там можно стрелять? Как стрелять, не знаю. Но ходить, это просто суперскорость. Но ходить, из-за того, что у меня большая довольно-таки частота у процессора. No Joystick Connected, Space Bar, Con... Ты к это выбирай. Да нет, я уже выбрал. Вот я что-то жму, и мне и... Your rank is private, да, рядовой. Короче говоря, здесь невозможно ничего сделать. Потому что если я начинаю двигаться в другую сторону, то они меня видят сразу. Блин, там стена, видимо, появилась. О, о. Сейчас я смогу вот сюда пойти, во. И как... Я даже не могу нормально пройти так, чтобы как-то что-то взять, что ли. Короче, это весит больше, чем Flappy Bird. Да, это просто да, потому что здесь ты еще заотвратительное говно какое-то. Я почему? Я видел, я ружье взял. Да. И... О. Тут... Ага, это в разные направления стрелять. А какой кнопкой стрелять, неясно. М потеряет. Просто открыл. Охренеть. Да я сейчас еще... Опять же, лучше одной рукой играешь. Да. Ну, в общем, вот такие игры. Пишите в комментар... Ой. На новую тему. Ну, нет, пишите в комментариях, в какие вы MC DOS игры играли. Я вот в Лейджу Сьют Ларри дохрена играл, да? Вот эти эротические игры. В Doom я играл, в оригинальный, во второй. И в Legend of Kerandia я много играл. А, Legend of Zelda не играл? Неа, как-то не удалось. Но это же тоже консольные игры. Это нинтендовская штука, поэтому я в MC DOS точно не играл. Ну, давай, к очень замечательному ресурсу. Он сегодня будет у нас как сайт, типа, на рассмотрение. Но там в основном-то гайд, а не сайт. Просто он, кстати, везде бомбанул за последнюю неделю. Все его так написали. Отлично. Я даже видел, что на хабре его перевели. Весь, что ли? Ну, правда, весь. Это странно. С учетом на то, что я уже около года подписан на его рассылку. И он мне каждый раз, когда добавляет новую подсказочку, мне это на мыло приходит. И они как будто подождали 58 или сколько там их. Да нет. Ну, ты думаешь, на хабре не люди, что ли, сидят? Там тоже где-то его не увидели, что бомбануло. И что-то, да. А, ну, окей, да. Там, кроме того, что люди, там плохие люди ищут себя. Поэтому, да. Поэтому перевели лучшие, вот, как бы, best practices, или как сказать-то, да? Ну, тут это не столько best. Это вообще все practices. С учетом на то, что их там 50 до хрена. Да, так надо делать, чтобы сделать свой интерфейс понятным, доступным и конверсионным, самое главное. Мы вот выбрали несколько, 10 штучек, каждый по 5, да? Угу. Давай начнем, какой у меня номер. То есть здесь их, они, значит, давай просто первые покажем, что это самые простые правила. Что вот нужно делать кнопки конверсионные, которые... Нет, тут try one column layout instead of multi-columns. Да, что одна колоночка должна быть, которая заканчивается вот такой. Мы уже, кажется, в подкасте говорили, почему это используются. Потому что вот такая колонка повторяет форму вашего лица, вытянутая, да? Но у кого-то не очень вытянутая. У кого-то, может быть, сайдбар есть. Да, у кого-то ушки вот такие, как здесь, multi-columns. Так. Но вот, да, поэтому нам проще воспринимать. То есть вот тут оно еще вот так иллюстрировано. То есть кроме того, что умные вещи написаны, здесь еще и прикольненько это все. У тебя цифра шесть первая. У меня цифра шесть. Давай с шестой. То есть достаточно простые вещи, но шестой мне понравился, что нужно все делать именно, как бы, достаточно консистенции, да? Try distinct clickable selected styles instead of blue. То есть те вещи, которые нажимаемы, да, они должны быть такие же, как везде, одинаковые везде. Ну, одинаковый цвет, красный, контраст и так далее, чтобы глаза не разбегались. А то вон тут, видишь, в плохом варианте, там черное, оранжевое, серое. А тут все просто синенькое, и поэтому... И понятно, что нажато и что не нажато. Ну, тут, видишь, говорят еще, что, типа, если даже уже было посещено, то, быть может, не стоит это прям как посещенное, что там никуда-то не зайти. Ну, ладно, что сбивать будет. Хотя, Лебедев бы Тёма с нами поспорил, да? С этим пацаном, с good ui. Его Джейкоб какой-то там зовут. Я не знаю, здесь где-то будет это или нет внизу, но Джейкоб Леновский, по-моему, что-то вот подобное. Все правильно. Какой номер дальше? Дальше для седьмой. Try recommending instead of showing equal choices. Это правильно. То есть, если ты рекламируешь какой-то продукт, он должен быть по-любому больше, красивее, в упаковочке. Быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше. Потому что, если он будет наравне с остальными, то непонятно, какой же все-таки ты советуешь продукт купить. Ну, это да. Это такая, опять же, конверсизация немножечко, чтобы побольше людей нажало. Потому что на три беспонтовых лежать не хочется. Тут за тебя уже чуть выбрали. Мы с тобой обсуждали или нет, что Бургер Кинге поганое меню вообще, что... Ну, в смысле, в подкасте. Понятно, что мы это с тобой обсуждали. Что именно меню в самом ресторане, так называемом. Да, в ресторане быстрого питания. Так. Король бургеров. А ты приходишь и не знаешь, какие бургеры, собственно, взять. Куча каких-то подсказок, меню, каких-то бест-этих боксов, каких-то комбо-обедов. Непонятно, что взять. Почему не светится одна большая кнопка? У нас сегодня по акции, я не знаю, там... Как они там? Тендер Крисп. Пусть он даже не по акции. Вы мне подсветите, что он по акции. Я его возьму, спокойно уйду. А так я только в замешательстве пойду в соседний KFC и всё. В соседний отдел мясной. Кентукийская жареная курочка. Кентукийская. Давай дальше. Я, кстати, у меня продолжение вот этого седьмого пункта. Я там тоже выбрал. Потом скажешь, да? Да, двадцатый. А ты поймёшь всё. А, давай. Try exposing fields instead of creating extra pages. Это мне нравится вообще, что не надо никуда переходить, ни на какую дополнительную. Хоп, сразу заполнил, формуй и всё. Ну, это да. Ну, это причём, ну, важно, наверное, что exposing это показывает, да? Возможно, имеется в виду, что ты только по кнопочке тебе покажется. А, ну, это лишнее нажатие. Всё равно. Ну, может быть. Ну, может быть, меня бесит сразу форма. Мне кажется, что от меня сразу чё-то хотят. А тут я вот, если нажал, я уже сам хочу. Ну, может быть, да. И мне одно нажатие, как-то, знаешь, погода не сделает. 22-ое. Try gradual engagement instead of hasty sign up. Тут он пишет, что причём ему-то это тоже. А, понимаешь, он пишет, что стопудово он проверил, 232% увеличивается конверсия в этих, в регистрации. Если тебя сразу просят регистрироваться... Это вообще, это казёнщина. А вот тебе выбрать цвет... Тебе сначала, видишь, кастомизируют чуть-чуть. С тобой играются. Ты хоп себе уже кастомизируют. И тебе осталось только закрепить чуть-чуть вот почту своей парольной. Паспортные данные. И карточку. И нэнэ. И всё, и твоё... Этот какой-нибудь аккаунт на ютюбе готов. Да, да, да. Твой цвет поставил. 23-й, да, по-моему, у тебя дальше. Да, 23-й. Ну да, это практически гугл-дизайн пошёл. Меньше границ, больше... Потому что вот эти бордеры. Тут даже так нарисовано прям практически. И прям не хочется не то, что смотреть на него. Он, понимаешь, он тебе это тоже, чтобы ты его только ресурс смотрел. Что тут прям тоже всё так здорово, воздушно. Ну да, да. И чё там ещё у меня какое... Всё, закончили стоит. Давай твои, так. Мой 49-й сразу был. Серединка, знаешь, но как такая... Проседает чуть-чуть. Try Curiosity instead of being reserved. Чё-то я даже не помню, как я такое выбрал. А, всё, вспомнил. Да. В общем, суть в том, что нужно... Опять же, это стопудово подтверждено. 21% небольшое такое увеличение, как там до этого было 200 тысяч, там, миллионов. Но всё равно круто. То есть ты сначала несколько главок книги выкладываешь бесплатно, а вот дальше читаете у меня здесь. Захватываешь людей, аудиторию. И стопудово больше... Ну, повторюсь, 21% больше покупок, чем просто. У нас есть охрененная книга, купите и узнаете, какая она охрененная. Ну, покажи, какая она охрененная чуть-чуть. Всё будет хорошо. Try Res... Так, это у меня есть вообще? Нет, у меня есть 51%. Try Price Illusions instead of just plain prices. Ну, я вот это обожаю. Я, правда, вот... Я не про то, что 29 вместо 30 долларов. Хотя это тоже... Хотя это тоже классная Price Illusion. А то, что это всего лишь 30 центов за страницу. А, они подкупают тем, что делят цену. Да, знаешь, как... Минимальный товар. Купи себе, да, аккаунт на Digital Ocean, и это всего там, я не знаю... Не реклама. Это вообще не реклама, потому что мы не покупаем там аккаунты. Это там 10 центов в день. Я просто на это реально видел где-то. Всего там сколько-то... То есть за копейки? Да, 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 типа того. Хотя по-новому-то... Ну. По-новыми-то имеешь ещё, да? А я думал, нет. А, ну, то есть... Вот, именно иллюзии. Что у тебя иллюзия, что... It is affordable 30 центов. Ты всего-то... Ты же можешь себе позволить 30 центов за страничку. Чувак. Try Thanking instead of simply confirming completion. То есть... Вот ты зарегистрировался, и не надо писать... Вау, круто ты зарегистрировался. А, спасибо, ты супер, вау. Какую-нибудь цитату Будды, что кто зарегистрировался у нас на сайте, тот крутой, да? Мудрец. Why not let us know what you thought of it? То есть ещё сразу... Напишите нам ревью, пройдите небольшую пить... Вот это, не знаю, мне кажется, это... Главное не навязывать. Главное кнопочка, но... Тут вещь всего лишь синим цветом на полстраницы. Не навязывают. 54 мне дальше понравилось. Try reaffirming freedom instead of implying it. То есть вот здесь нам пишут, да? Вот то, что ты говорил. За нас выбирают. А в конце написают, ну вообще как бы это ваш всего лишь выбор. Мы-то так бы, ну, не настаиваем. Но хотя подсознание-то ваше уже выбрало. Списать за 100 долларов. Потому что вы-то всё-таки настаивали, да. Но это прикольно, это круто. И последний, по-моему, у меня 56. Try attention grabs instead of neglect. Нет. Это, кстати... Бегляк? Негляже, я не могу. Ну вот такие штуки. Типа доскролил до туда, оп, тебе выехал в форму. Не просто ты доскролил до формы, а на тебя настроили. Но тут важно не переборщить. Ммм, согласен. То есть бывает очень пошло тебе всплывающие поп-апы. Вот знаешь где? На известиях, по-моему, на сайте известий. Да, сразу подпишитесь на нас на ВК. А на полстраницы мне занимает, я сразу... И ты подписался, признаюсь. Там тебе сказали, это твой выбор всего лишь. Всего лишь синим на полстраницы. Всего лишь подпишись на нас на ВК. Узнавай наши новости первым. Это, кстати, опять же не реклама. Да. На нашем челябинском портале 74.ru это тоже ещё не реклама, но то же самое. Там тоже, только там и ВК, и Фейсбук, по-моему, они предлагают тебе сразу. Ммм. Ну, плохо, плохо. Ну, смотри, во-первых, по сайту можно передвигаться с помощью J и K. Ты имеешь в виду всё-таки, хочешь обзорчик небольшой здесь сделать? Да, во-первых, можно по этим штучкам передвигаться сколько угодно. Сидеть себе мышечкой и не делать ничего. А, она же ещё именно на каждый слайд. Да, да. Я тут тупой. Я думал, просто как он... Просто в верхний. Чуть-чуть, по 600 пикселей двигает, и всё. Я знаю, что сейчас... Вот, J и K все же предполагают, где на клавиатуре. Почему J это next, а K это previous? Вот я... Я же уже тебе сказал перед подкастом. Возможно, это Vim, K-Bindings. Ну. И, возможно, мы их не знаем. И сейчас все нам в комментах напишут, что мы идиоты. Ну, хорошо, пусть напишут, потому что J, оно же левее, чем K. Почему оно-то next? Ну, вот так, если вот... У него даже есть, кстати говоря... Вот если сначала... Давай, перейдём. У меня нету... Нажми home. У меня нету home кнопки на компьютере. Да, да. Сейчас листай по одной, вот, GM. Я сейчас тебе даже покажу. И тут у него есть такая штучка. Так. Чё ты, не, мышкой нельзя. Ты... Нет, давай GM. Я не могу, я мучаюсь. Значит, у него есть один тоже совет, как сделать... Типа, хороший UI. Сейчас я найду это, если я не пропущу. Я не могу без мышки, к сожалению, потому что тут... Ну, ты картиночки хочешь по детям смотреть, я понял. Да, да, я смотрю картиночки. Вот это мой слайдер любимый. Кто нахуй слайдер? Ну, там был тоже, типа, делайте вот эти слайдеры справа. Да ё-моё, я чё-то... Ну, ты хотя бы смысл скажи. Я сейчас... Вот, вот, вот. Вот смотри. Back и Forward. Вот Forward справа, а Back слева. Потому что назад это налево, а Back... А Forward... Мы же не китайцы, или кто там слева направо? Арабы. Не арабы. И евреи. Сейчас нельзя это говорить, потому что там всякая... Вот. Ну, ладно. А Forward слева и Back. Вот у него Джей по Next. Слева? Как это? Тебе? Улика? Я думаю, мы просто не знаем чего-то. Не знаем, понял, не знаем. Ну, сам сайт, естественно, Респонс... В конце концов, он же еврей. Джейкоб Леновский. А, он для себя сделал? Только для себя. Он Джейкоб, Джей, Леновский, Кей. Понял? Ну да, окей. Ну, нет, ну понятно. Это к моему... Это же моё любимое положение о том, что юзабилити должно быть юзабительное. Что... Видел, да, как я это двинул? Я имею в виду, что если уже люди привыкли, что у вас вкладки сверху... Так. ...то не надо их делать снизу. Привет, Яндекс Браузер, Альфа, Бета, Про, Лимитед версия. Ну, ребята, чё-то меняют жизнь всем, понимаешь? Мне кажется, они сломаются и в релизной версии какой-нибудь... Хотя, я не знаю, будет ли это зарелизен? Или он так и будет, Альфа? А чё, нет? Будет? Ты имеешь в виду, все ещё будем кушать? Когда компьютеры у всех большие, хорошие будут. А имэк ретина 4К? Да, да, да. Или 5К? Я уже даже забыл. Я купил просто сразу и забыл, понимаешь? Ну чё, мы сайт-то сам будем смотреть или... Да чё, ну чё за смотреть? Ну, классный сайт. Тут хорошие подсказочки. Он... Так, не то. Он респонсивный. О, да... О, шутка. Чё-то он не респонсивный, что ли? Опа! Хороший сайт, ой, хороший. Ну, нет, я сейчас попробую здесь за кадром, будем говорить. Пока ты пробуешь, я попробую вниз в самую сторону. С этого, все его каналии, всех этих советов. Там, наверное, чё-то, что... У меня, кстати, телефон говорит, что у меня на Буки это открыто. Он знает. Умница. Тут, вообще, много конверсионного всего внизу, подпишитесь, всё такое, getupdates. А, он же продаёт вот этот набор для иллюстратора, скетчев. Сто пудо, да, я помню. Я, повторюсь, давно уже очень на него подписан. И да, Джейкоб Леновский. Я правильно... И Влад. Влад Малик какой-то ещё. Ну, они там вместе у себя. Понятно. В Леновский интерэкшн-дизайне, я имею в виду. Feel free to write up. Ну, слушай. Надо им написать, что мы им сверстаем адаптивно, если хотят. Потому что я зашёл с телефона, там тоже говно. Не адаптивно. Не ожидал. Ну ладно, чё. Не ожидал. Сайт просто сам по себе, понимаешь, по знаниям он тебе даёт сколько. А? Да хрена. Вот. Я прям переполняюсь сейчас. Короче, когда вы... Меня капает из носа сейчас чуть познание. Короче, начинаете делать сайт, смотрите, эти 58 штук, они будут появляться с какой частотой? Да хрена узнает. Каждый раз в полумесяца, я вот так как-то. Подпишитесь, короче, на них в РСС и будете узнавать. И на нас подпишитесь в РСС, тоже будете узнавать. Ну, на нас можно не только в РСС, можно ещё в Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук. Ютуб. Ютуб. Ютуб и в Айтюнсовском подкасте не забывайте нам отзывы писать и лайки ставить. Пятизвёздочные. Да, звёздочки, не лайки, звёздочки. И бомбите пуканы вообще, потому что недавно у нас там на Ютубе 8 января кто-то 53 дизлайка поставил. Я не знаю, кто это, если это ты, подпишись. Я не думаю, напиши в комментариях, что случилось, да, мы тебя найдём по АйПи. Это ты назовёшь бомбите пуканы. И по Тору задавим. Ну нет, на самом деле, копите говно, но в любом случае ещё до хрена материалы будут выходить. Не выплёскивайте всё сейчас, ещё будет потом. Идиотских вот этих, противо... Чего? Чё, я не знаю, противосмысленных. Я потерял нить, видимо, надо уже отключаться. Противосмысленных чего ты, скажи просто? Людей. А, ты идиотских людей? Мы в смысле. Я тебя запутал. Я понял уже. Ладно, всем удачного дня, пока. Ладно, пока. Продолжение следует...